Для малышей совсем новорожденного периода, грудного возраста, это в первую очередь санитарно-гигиенические процедуры, которые мама каждый день, ежедневно проводит, подмывание, постоянная смена памперса. Памперсы, безусловно, огромная помощь для мамы, но от них нужно уйти вовремя. И здесь важный момент, достаточно регулярно их менять, потому что у нас, естественно, это каждые 3 часа мама должна поменять, при необходимости провести туалет и нанести необходимые средства по уходу. В последующем возрасте это должно быть не меньше, чем 6 или 4 раза в сутки. То есть периоды, когда ребенок может находиться без памперса, особенно в теплое время года, это тоже обязательно. То есть если есть возможность на даче или на море снять памперсы, ребенок находится на подстилке, без этого это прекрасно. Воздушные ванны, в общем-то, можно проводить в помещении для ребенка любого возраста, это тоже полезно. Пусть привыкает кожа, пусть адаптируется организм, слегка, так сказать, закаляется. Более старшие детки, как мы уже говорили, что это, конечно, не допущение проникновения инфекции в внешние половые органы. Обязательная санация хронических очагов. Если у ребенка есть хронические заболевания мочеполовой системы, обязательно преждевременное лечение этих, не допущение воспалительных изменений. Я не только не рекомендую не снимать нижнего белья у деток на пляже, в том числе и плавочки, трусики, кто в чем, и памперсы бывают. Но и с осторожностью это делать даже в морской воде. Почему? Потому что мы не можем быть полностью уверены в санитарно-гигиенических нормах на момент, скажем, окунания ребенка в морскую воду. Старше 8 лет я бы рекомендовала мамам, конечно, ежегодно проходить один раз в год осмотр детского гинеколога. Для того, чтобы детский гинеколог объяснял специфику дальнейших осмотров, специфику ведения девочек.